Запись я включаю. Спасибо. Коллеги, мы рассчитываем данное заседание в районе полутора часов. То есть рассчитываем, что где-нибудь без 20 счастья мы должны закончить. Просто, чтобы вы ориентировались по времени. Добрый день, глубоко уважаемые члены диссеркционного совета. Сегодня мы работаем в очно-заочном режиме. Утвержденный состав диссеркционного совета ПДС 0200001, 15 человек присутствуют. 12 человек. Из них 5 докторов по профилю рассматривания инсертации. Разрешите, я зачитаю список присутствующих очно и заочно. Севастьянов Леонид Антонович, заочно. Самойлов Константин Евгеньевич, очно. Кулява Дмитрий Сергеевич, очно. Демидова Анастасия Вячеславовна, очно. Гайдамака Юлия Васильевна, заочно. Дружинина Ольга Валентиновна, заочно. Ланеев Евгений Борисович, заочно. Малых Михайлович, заочно. Орлов Юрий Николаевич, заочно. Рыбаков Юрий Петрович, заочно. Степанов Юрий Николаевич, заочно. Щетинин Евгений Юрьевич, заочно. На повестке дня защита диссертации Ботвинка Анатолия Юрьевича. На тему разработка модели для анализа показателей эффективности месетевого крана с ранжированием правил фильтрации. Диссертация представлена на ЦСКА неученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретической основы информатики. Научный руководитель, доктор технических наук, профессор, заведующий как-то прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РОДН Сабуэлл Костюмир Геевич. Нет ли возражений по повестке дня? Нет. Приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РОДН. Официальные оппоненты. Доктор технических наук Дворкович Александр Викторович. Доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич. Доктор технических наук Кучерявый Андрей Евгеньевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Будьте любезны, Алексей Вячеславовне. Сыскатель Ботенко Анатолий Юрьевич с 1988 года рождения гражданин России в 2010 году окончил федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности вычислительной машины комплекса системной сети. С марта 2020 года по март 2021 года был прикреплен для подготовки и защиты диссертации на и соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по направлению 0906-01 информатика, учительная техника по кафедре прикладной информатики, теории вероятности, факультета физико-математических и естественных наук Российского университета Дружбы народа. В настоящее время является военнослужащим воинской части 68-142. Диссертация выполнена на карте прикладной информатики, теории вероятности, факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного и автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета Дружбы народа, научный руководитель, доктор технических наук, профессор самоуправления, статистический наук, заведующий кафедрой прикладной информатики, теории вероятностей Российского университета Дружбы народов. Материалы личного дела и документы предварительных экспертиз соответствуют требованию положения о присуждении ученых степеней в Российском университете Дружбы народов. Все документы имеются в деле. Будут ли вопросы с соглашенными документами? Нет. Если вопросов нет, тогда слово предоставляется соискателю доклада. Пожалуйста, 20 минут вам не более. Прошу. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, представляю вам результаты кандидатской диссертации на тему разработка модели для анализа показателей эффективности внешнего телаукрана с аранжированием правой фильтрации, выполненной на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей Российского университета Дружбы народа, под научным руководством доктора технических наук профессора Самуила Коснатина Евгеньевича. Целью работы являлось повышение производительности межсетевого крана за счет использования разработанного диссертацией метода аранжирования набора правой фильтрации. Где же на слайде 2 представлены вытекающие из цели задачи исследования. Они решаются последовательно в диссертационной работе, состоящей из трех глав. В первой главе исследовались основные принципы, относящиеся к межсетевому экранированию. Приведены наиболее типичные проблемы построения наборов правой фильтрации. Проведена классификация и обзор существующих методов оптимизации наборов правой фильтрации. Получена оценка влияния межсетевого крана на длительность задержки передачи данных в автоматизированных системах с мультимедийными протоколами передачи данных. Во второй главе построена модель межсетевого крана с ранжированием правой фильтрации. Разработан алгоритм вычисления показателей эффективности межсетевого крана. Сформулирована задача нахождения оптимального порядка правой фильтрации и ее решения. Приведено описание разработанного метода ранжирования наборов правой фильтрации. В третьей главе построена модель межсетевого экрана методом Монте-Карло. Проведен сравнительный анализ аналитической имитационной модели. Получена оценка эффективности разработанного метода ранжирования. По теме диссертационной работы выполнен аналитический обзор. Теоретические и прикладные основы диссертации содержатся в исследованиях известных ученых, представленных на слайде 4. Прихожу к результатам первой главы, посвященной анализу задачи повышения производительности межсетевого экрана. На слайде 5 представлено описание процедуры установления сессии по протоколу СИП при наличии межсетевого экрана. Ранее данная процедура исследовалась в отсутствии межсетевого экрана. Для анализа была построена математическая модель установления сессии по протоколу СИП в виде открытой экспансиальной сети массового обслуживания, схема которой представлена на рисунке 3 слайда 6. Последняя оценка времени ожидания и времени обслуживания для каждого узла сети позволила, выполнив суммирование, найти искомые величины. Симулированная нижней части слайда утверждение 1 и утверждение 2 позволяет определить среднее время установления сессии, среднюю задержку запроса установления сессии, а также долю времени фильтрации пакетов межсетевого экрана данных задержка. Сформулированное утверждение позволяет решить задачу оценки влияния межсетевого экрана на искомые величины. На слайде 7 представлены исходные данные для анализа и полученные оценки. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности снижения времени нахождения пакетов в межсетевом экране для уменьшения значений показателей качества восприятия и качества обслуживания, услуги установления сессии по протоколу СИИ, в условиях нормальной и высокой нагрузки. Во второй главе диссертации построена математическая модель межсетевого экрана с функциональной возможностью оранжирования правой фильтрации. Модель межсетевого экрана представляет собой сложную стахастическую систему, поэтому для ее построения использовался агрегативный подход, представляющий систему в виде агрегата. На рисунке 7 слайда 8 представлена схема агрегата М для катого интервала времени, в течение которого происходит обслуживание одной пачки пакетов. Состояние системы определяется вектором состояний, включающий в себя вектор правой фильтрации и вектор времен обслуживания пакетов. Выходным сигналом является вектор, содержащий оценки показателей эффективности системы. Выходным сигналом является вектор случайных величин, характеризующих число соответствий пакетов правилам фильтрации. Под соответствием пакетов правой фильтрации в модели вынимается в соответствии атрибутов или параметров сетевых пакетов условиям правой фильтрации. Набор правой фильтрации представляет собой линейный список. Проверка соответствия выполняется последовательно, как симметично показано на рисунке 8 слайда 8. Для расчета показателей эффективности рассмотрено функционирование агрегата M на одном катом интервале. Процессы обслуживания заявок представлены в виде последнего прохождения фаз. Предполагается, что времена обслуживания заявок на каждой фазе независимы и распределены экспоненциально. Заявка может завершить обслуживание или перейти на следующую фазу, как показано на рисунке 9 слайда 9. Построенный таким образом процесс обслуживания заявок соответствует процессу последовательной обработки трафика в межсетевом экране с разрешающими правой фильтрации и политикой запрета по умочанию. Агрегат M представляет собой однолинейную систему массового обслуживания с накопителем ограниченной емкости, неоднородным пассоновским входящим потоком заявок и функцией распределения длительности обслуживания заявок фазового типа, зависящей от порядка правой фильтрации. Формула 6 на слайде 9 определяет описанную функцию распределения в аналитическом виде. Представление агрегата в виде системы массового обслуживания позволило разработать алгоритм вычисления показателей эффективности, основанный на решение системы уравнений глобального баланса МАП. На слайде 10 представлены определения МАП для описанной системы массового обслуживания, диаграмма интенсивности переходов в состоянии МАП, а также соответствующая система уравнений глобального баланса в маточной форме. В работе проведено решение данной системы с использованием формул. Использование маточной рекурренты формул позволило произвести расчеты показателей эффективности при фильтрации информационных потоков, близких к реальному. Для оценки корректности модели был проведен анализ зависимости показателей эффективности от интенсивности суммарного потока и количества правой фильтрации. Проведенный анализ показал достаточно степень адекватности построенной anастической моделью. На слайде 12 сформулирована задача «Нахождение оптимального порядка правой фильтрации». Нахождение оптимального порядка правой фильтрации относится к задачам совочисленного программирования и является НП полной задачей. Для рассматриваемого в работе случая отсутствия ошибок несогласованности и избыточности в наборе правой фильтрации, решение задачи находится простой перестановкой правил в порядке убывания их весов. Формула 10 на слайде 13 описывает общую схему вычисления оценок методом локальной аппроксимации. Метод локальной аппроксимации по существу является скользящим методом наименьших квадратов с областью локальности, зависящей от параметра локальности дельта. Сформулированное на слайде утверждение 3 описывает применение метода локальной аппроксимации для решения задачи вычисления весов правил фильтрации. Являющиеся оценками среднего числа в соответствии пакетов правой фильтрации. Оценка вычислена согласно локальной линейной модели метод локальной аппроксимации первого порядка. По конечной совокупности экспериментальных данных квадратичной функции потерь. В качестве функции локальности выбрана экспоненциальная функция локальности, задающая наибольший вес слагаемым наиболее близким к центру аппроксимации. Параметр локальности определен в зависимости от ширины скользящего окна. Изменение ширины скользящего окна позволило избежать равнозначной оценки исходной информации и учесть как текущие, так и прошлые тенденции развития процесса изменения характеристик фильтруемого трафика. Сформулированная нижняя часть слайда, утверждение 4, связывает ширину скользящего окна с числом уровня информации. Рекомендуемое число уровня информации, полученное исходя из опытных данных, при количестве измерений меньше 20, составило 30-40% от общего объема выборки. При количестве измерений от 20 до 100, 10-25% от общего объема выборки. На слайде 14 приведено описание разработанного метода ранжирования правой фильтрации. Метод ранжирования является адаптивным к трафику методом амортизации набора правой фильтрации, обеспечивающий повышение производительности межсетевого экрана за счет ранжирования правой фильтрации в соответствии с оценками характеристик фильтруемого трафика, полученными непараметрическим методом локальной аппроксимации. Выбор момента ранжирования может осуществляться различными способами. В работе рассмотрено два способа. Ранжирование с постоянным интервалом и ранжирование в соответствии с критерием ранжирования правой фильтрации. Непосредственный выбор способа ранжирования осуществляется исходя из эмпирического анализа изменчивости характеристик трафика. При высокой изменчивости характеристик трафика целесообразно использовать ранжирование с постоянным интервалом. При сохранении характеристик трафика в течение длительного интервала времени целесообразно использовать ранжирование в соответствии с критерием ранжирования. В третьей главе работы построена модель межсетевого экрана метода Монте-Карло. Проведен сравнительный анализ аналитической иммунтационной модели. Использование методов иммунтационного моделирования позволило снять ограничения на вид функции распределения длительности обслуживания заявок и получить оценку эффективности разработанного метода при различных параметрах модели межсетевого экрана, методов локальной трансимации и характеристиках поступающего графика. На слайде 15 представлены результаты численного эксперимента по качественному сравнению аналитической иммунтационной модели в виде графика в зависимости от показателя эффективности от интенсивности суммарного потока. Для иммунтационной модели дополнительно построены графики в зависимости показателя эффективности от интенсивности суммарного потока после проведенного ранжирования. Проведенный анализ показал достаточную степень адекватности аналитической модели и иммунтационного моделирования. На слайде 16 представлены условия, при которых проводились эксперименты по оценке эффективности разработанного метода ранжирования. В качестве условий функционирования системы рассматривалось два типа условий. Первый тип условий соответствует нормальному режиму функционирования межсетевого экрана. Второй тип соответствует функционированию межсетевого экрана в режиме перегрузки с гармонически изменяющейся суммарной интенсивностью уходящего потока пакетов, считающимся моделированием функционирования межсетевого экрана при осуществлении DDoS-атаки. В зависимости от параметров метода локальной апоксимации рассмотрены следующие варианты ранжирования. Ранжирование с адаптивным параметром локальности проводилось согласно оценкам МЛА первого порядка при параметре на локальности определённом в зависимости от ширины скользящего окна. Ранжирование методом наименьших квадратов проводилось согласно оценкам МЛА первого порядка при параметре локальности, стремящемся к бесконечности. Ранжирование без глаживания проводилось согласно оценкам МЛА первого порядка при параметре локальности, стремящемся к нулю. В качестве сравнительных оценок использовались значения абсолютных и относительных погрешностей, показатели эффективности межсетевого экрана, вычисленные до применения метода ранжирования и после применения метода ранжирования. На слайде 17 представлены в графике числа соответствий пакетов правилами фильтрации. Эффекты ранжирования наиболее хорошо виден на рисунке 23 и рисунке 24, соответствующих ранжированию с адаптивным параметром локальности и ранжированием методом на меньше квадратов. Наибольшее число соответствий пакетов правилам, находящихся в начале набора, говорит о большей эффективности ранжирования с адаптивным параметром локальности по сравнению с остальными методами. Это объясняется меньшей ошибкой аппроксимации методолокальной аппроксимации в сравнении с методом на меньше квадратов. Полученные значения показателей эффективности подтверждают данный вывод. На слайде 18 представлены результаты экспериментов по оценке эффективности разработанного метода ранжирования. Моделирование функционирования системы в условиях перегрузки показало, что применение метода ранжирования позволило уменьшить среднее время обслуживания в системе на 0,007 мс, что составило около 26% от первоначального времени обслуживания. По сравнению с результатами, полученные при моделировании и функционировании системы в нормальных условиях, абсолютные погрешности показателей эффективности имеют более высокие значения, за исключением среднего времени обслуживания, так как оно не зависит от нагрузки системы. Сделанное предположение о повышении производительности межсетевого экрана за счет использования метода ранжирования адаптивного к изменяющимся характеристикам сетевого эффекта подтвердилось. В среднем, ранжирование с адаптивным параметром локальности показало большую эффективность в сравнении с остальными методами. В заключении доклада на слайде 19 представлена научная новизна работы. На слайде 20 перечислены основные положения, выносимые на защиту, которые именно в таком виде сформулированы в автореферате. На слайде 21 перечислены основные результаты исследований. На последнем слайде перечислены основные публикации в научных изданиях по теме диссертации, где отражены основные результаты исследований. На этом мой доклад закончен. Благодарю вас за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Какие будут вопросы к соискателям? Есть ли вопросов? Нет. Сейчас они могут быть. Давай посмотрим, что там руки подняты. Коммер. Что-то не... Просто никто еще не очнулся. После этого. Сейчас. Не слышно. Сейчас. Какой брали за основу? Вот теперь слышно, надо повторить. Извините, пожалуйста, у нас со звуком были накладки, чтобы не было шума. Не могли бы Вы повторить вопрос? Да, да, да. Я буду медленнее говорить. Кучелева Андреевича. Который там для взаимодействия с ОКС номер 7, он вообще определен в мигроносвязи. Вот Вы что брали за основу, да? Какой? Вот базовый, который 32-61 или какой-нибудь другой? Да, я брал для основы именно базовый протокол. Базовый, очень хорошо. И второй вопрос у меня был по слайду 16. Откройте его, пожалуйста. Вот здесь мы видим такую фразу. Нормальный условие функционирования. Которая не приводит к функционированию системы с нагрузкой РО больше 0,9. Мне кажется, что для системы сигнализации, может быть, 0,9 и не очень хорошо, да? Потому что 0,9 для системы коммутации куда не шло, да? 0,9 уж великовато. Как Вы считаете? Я абсолютно согласен с Вами. Просто была идея первоначальная исследовать эффективность метода для частичного предотвращения последствий ДДОС-атак. Поэтому дались варианты именно нагруженные. Нормальный имеется вариант, что здесь именно не происходило потери пакетов. Хорошо, хорошо. Полностью, Виктор Иванович. Спасибо. Большое спасибо. Теперь я вижу вопрос, Юлия Васильевна. Юлия Васильевна, пожалуйста, Ваш вопрос. Спасибо. Да, перебори что-то соотряды. Сейчас слышно ли меня? Да, очень хорошо слышно, да. Спасибо. Анатолий Юрьевич, у Вас в работе формализованы задачи оптимизации. Вот какие еще методы поиска оптимальной последовательности правил фильтрации можно было бы использовать? Вот, например, можно было бы использовать методы машинного обучения. Ну, ту же самую нейронную сеть применить для ранжирования правил фильтрации. Да, возможно, было бы использовать другие методы оптимизации, разработать с использованием различных методов прогнозирования или экстраполяции данных. В том числе можно было бы использовать нейронные сети. Возможно, надо было бы провести при этом обработку предварительно исходных данных. У меня в качестве исходных данных значение временных рядов, полученных на основании статистических данных, характеристик трафика сетевого. После его масштабирования и обучения нейронной сети, ее можно было бы использовать для прогнозирования и оптимизации наборов правой фильтрации. Также можно было бы использовать другие методы, такие как, например, экспоненциальное сглаживание или метод сплайнов, в принципе. Я использовал метод локальной ампроксимации, потому что он не параметрический, и при предельных значениях параметра локальности одновременно я мог оценить прогнозирование методом на меньше квадратов. При этом после первоначальной настройки он не требует дальнейшего вмешательства человека. То есть это были вот одни из моих положений, почему я использовал именно МАЛА. Спасибо. Ну, метод локальной оптимации издал достойный результат, так что у меня какой-то претензии нет. Спасибо. Большое спасибо, Иль Васильевна. Я вижу еще. Эдуард Сергеевич хочет задать вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Соконтар Сергеевич, доцент кафедры и ТВРД. Вопрос в следующем. Вот если бы в утверждении 3 была бы использована нелинейная модель метода локальной аппроксимации, как бы поменялись результаты численного анализа? Или, может быть, вы уже применяли нелинейные модели, и вы знаете, как поменяется? Да. Оценки, которые использовались, оценки МАЛА, которые использовались при расчете, при экспериментах, это были оценки нулевого первопорядка. Если рассматривать всю область изменения аргумента, они на всей области являются не параметрическими, не линейными. При этом оценки более высокого порядка, второго и выше, они вычислить на более затратные, а значимого результата они не дали, отличающихся именно от оценок первого порядка при прогнозировании для ранжирования правил. Поэтому, в общем-то, я остаюсь именно на оценках первого порядка. Понятно, спасибо. Большое спасибо, Энвард Сергеевич. Есть ли еще вопросы к соискателю? Нет. Если вопросов больше нету... Юль Васильевна, микрофон отключайте. То мы должны формально объявить технический перерыв. Я думаю, смысла в нем нет. Поэтому никто не возражает без перерыва. Давайте продолжать, Микр Сергеевич. Мы идем с опережением графика. Поэтому слово предоставляется научному руководителю, соискателю, консильному генчу, сануну. Совсем короткие коллеги ко мне тоже обратились с рекомендациями из Академии Федеральной службы безопасности. В связи с искательством ученой степени Ботвинка Анатолия, сложность основная состояла в том, что у нас направление 09-й аспирантуры техническое, но ученая степень физики-математические науки. Ему пришлось предпринять такие очень серьезные усилия для того, чтобы... Прошу прощения, не слышно. Ага, все, снова начинаю. Ну, я коротко сказал о том, что Анатолия мне порекомендовали для соискательства из Академии Федеральной службы безопасности. Основная сложность состояла в том, на этапе подготовки моей, что у нас направление 09-й аспирантуры техническое, но степень физико-математические науки. И Анатолию очень серьезно пришлось потрудиться, ну, тоже на протяжении примерно трех лет, для того, чтобы удовлетворять этой ученой степени. Ну, я, как всегда, был в таких случаях удивлен желанию, трудноспособности и настойчивости человека. Ну, и при этом он частично, как знают члены ученого совета, освоил наши методики, которые приняты в нашей школе по теории массового обслуживания, по анализу эффективности протоколов типа СИП. Ну, и при этом привнес свои варианты различные, в том числе провел огромный численный эксперимент и так далее, разработал новые методы по оценке эффективности правил ранжирования. Я считаю, что он полностью подготовился, а на заключительном этапе просто отлично отработал, опробировал все свои результаты. Его все знают на кафедре, в которой он здесь постоянно у нас бывает, и все люди понимают, что это сложившийся ученый, квалифицированный, ну, конечно, еще молодой. Ну, я считаю, что он заслуживает присвоение ученой степени, квалифицирован, вот, по специальности 05.13.17 и ученую степень кандидата физико-математических наук. Спасибо большое, коллеги. Большое спасибо, Константин Евгеньевич. Есть ли вопросы к Константину Евгеньевичу? Если вопросов нет, тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Гимидовой. Пожалуйста, Алексей Вячеславовне. В деле имеется заключение организации Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов, принятое на заседании кафедры прикладной информатики, теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук, где была выполнена данная диссертация. Содержание заключения положительных. Кроме того, в совет поступило два отзыва на автореферат. Отзывы положительные. Если члены диссертационного совета не возражают, я не буду полностью засчитывать отзывы, а сделаю их обучение. Да, пожалуйста. Первый отзыв поступил от Вишневского Владимира Мироновича, доктора технических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборатории номер 69, управления сетевыми системами Института проблем управления терапезниковой Российской академии наук. Отзыв положительный. В отзыве отмечена актуальность темы диссертационного исследования, перечислены основные научные результаты. В качестве недостатков отмечено следующее. При проведении сравнительных экспериментов по оценке эффективности разработанного метода ранжирования в соответствии с оценками МЛА можно было провести сравнение с большим числом методов аппроксимации данных. Из тех, став автореферата неясно, почему для моделирования функционирования системы в условиях, условно считающихся функционированием межсетевого экрана при осуществлении ДДОС-АТА взят трафик с гармонически изменяющейся и интенсивностью входящего потока. Второй положительный отзыв поступил от Соколова Николая Александровича, доктора технических наук, старшего научного сотрудника ООО «Протеи-СТ». В отзыве отмечена актуальность исследования, дана краткая характеристика работы. Отзыв содержит следующее замечание. На странице 11.12 сформулирована задача нахождения оптимального порядка правил перетрации. В общем случае задача является НПО ООО «Протеи-СТ». Из тех, став автореферата неясна, почему рассматриваемая задача организации – это отсутствие ошибок в согласованности и избыточности в наборе правил, решение которой находится в проспект перестановки правил палетки в ванне и их весов. При построении математической модели межсетевого экрана с ранжированием правил филитрации в качестве функции распределения времени обслуживания заявок на каждой фазе СМО выбрана экспоненциальная функция. При этом прояснение данного выбора в тексте автореферата не приведено. Спасибо, Растасия Вячеславовна. Слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах на артериал, представляется соискателем. Пожалуйста. Я согласен со всеми замечаниями к автореферату. Часть из них пресекается с замечаниями официальных имппонентов, поэтому прокомментирую часть из них. Комментирую первое замечание старшего научного сотрудника Соколова. Я согласен с этим замечанием. В тексте автореферата действительно не поясняется отсутствие ошибок, несогласованности и избыточности в наборе правой филитрации. В тексте рукописи дано пояснение. Суть его заключается в том, что статистические методы поиска избыточности и несогласованности правил обычно применяются к набору правил однократно. В дальнейшем для изменений характеристик коммунационных потоков не будет оказывать несовершеннолетие влияние на производительность межстилового экрана. Также в рукописе дана отсылка на один уже из разработанных и существующих методов поиска оптимального порядка правой фильтрации как раз для случая наличия ошибок, несогласованности и избыточности. Этот метод является эвристическим. На этом мой вопрос на данное замечание закончен. Отвечай дольше на все вопросы. По поводу... Следующее замечание было не указано. Почему причины использования гармонического закона распределения для выбора моделирования функционирования межстилового экрана в условиях перегрузки? В общем, моей задачей являлась оценка эффективности ранжирования разработанного метода при перегрузке и при нестабильной очереди заявок модели построенной. Применение, соответственно, закона распределения гармонического для входящего потока заявок в систему массового обслуживания позволило как раз таки провести анализ эффективности метода при нестабильной очереди заявок. Именно этот режим я считал моделированием функционирования при осуществлении ДАДОС-атак на межстиловую экрана. На этом мой ответ на данный вопрос закончен. Судник Сергеевич, спасибо большое. Есть ли вопросы к соискателю по его ответу на замечания? Если вопросов нет, то переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Еще раз напомню, что официальный оппонент должен включить камеру и продемонстрировать раскрытый паспорт рядом со своим лицом. Слово предоставляется первому оппоненту, доктору технических руководителей Дворковича Александра Викторовича. Александр Викторович найдет паспорт. Надо заранее предупреждать всех. Включайте микрофон, Александр Викторович. Александр Викторович, вас не слышно, звук у вас отключен. Прошу прощения, я паспорт искал. Да, все, спасибо. Спасибо, Александр Викторович. Прошу. Значит, ну, чтобы сэкономить время, я не буду подробно разбирать ни содержание диссертации, ни юдовизну и так далее. В общем-то, в рассказе диссертанта все прозвучало достаточно четко. Работа содержит и актуальность. Предложенные, значит, алгоритмы, методы решения содержат звезду. Ну, все формальные параметры, требуемые для диссертации, на мой взгляд, выполнены. Я бы тогда сосредоточился, в общем, на вопросах и замечаниях, которые у меня возникли при рассмотрении этой диссертации. – Значит, ну, для начала это неудачно сформулированные положения, выносимые на защиту. Это, в общем-то, ну, как бы в разных советах немножко по-разному требуется, но в принципе положение – это есть некоторое утверждение, тезис, которое, собственно, и защищается в процессе представления. А здесь, в общем-то, выдвинуто не положение, а некоторые такие утверждения, вернее, некоторые описания некоторых объектов, а не утверждения, которые доказываются. Но это неудачно сформулировано, это не значит, что нечего было защищать диссертацию. Значит, на рисунке 1.3 не указан объект IPMPLS, хотя далее он описывается как отдельный блок, в числе на рисунке 1.4. В заключении первой главы сформулированы задачи исследования, но они несколько отличаются от задач, которые поставлены в обведении. Не то чтобы совсем другие, но, в общем, есть некоторые отличия. При проведении экспериментов по оценке эффективности метода ранжирования неясен выбор функции изменения суммарной интенсивности входящего потока. Желательно пояснить выбор гармонического распределения суммарной интенсивности поступления заявок. Значит, следующее замечание. Не оценивается вычислительной сложностью алгоритма расчёта показателей эффективности межсетического экрана для аналитической модели. Целесообразно оценить вычислительную сложность применения методов локальной опоксимации для вычислений высот в проекте фильтрации. Значит, далее. В данных о результатах численного эксперимента по сравнению аналитической и инновационной модели, представленных на рисунках 3,4 и 3,8, следовало бы указать доверительный интервал. Ну и, наконец, имеется ряд опечаток синтаксических потенциальных ошибок. Почему-то автор особенно не любит выделять причастные и непричастные опоры. Но, значит, хочу подчеркнуть, указанные недостатки нисколько не снижают ни научную ценность работы, ни теоретическую и практическую значимость полученных результатов. Ну и, на мой взгляд, значит, я перейду к заключению. В диссертации получено новое решение актуальной задачи повышения производительности мышцового экрана за счёт использования разработанного метода ранжирования набора правил фильтрации. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание учёной степени кандидатов из Матнаук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении учебных степеней. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования Российский университет дружбы народов, утверждённому учёным советом РУДН, протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года, а её автор, Патринко Анатолий Юрьевич, заслуживает по присуждению учёной степени кандидата физико-теоматических наук по специальности 05-13-17 в теоретической основе информатики. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Александру Викторовичу? Если вопросов нет, то слово для ответа официально оппоненту предоставляется в СССР. Я согласен со всеми замечаниями член-корреспондента РАН Дворковича, Александра Викторовича. Решите, я прокомментирую одно из замечаний. Четвёртое замечание. Выбор гармонических корридманий для интенсивности поступающего потока было бы условно задачей вычисления оценки эффективности метода аранжирования при нестабильности на очереди заявок системы массового обслуживания, характерным проявлением которой является периодическое приближение к пределу уровня потерь заявок. Такой эффект считался при проявлении ДДОС-атаки. Именно он и моделировался. На этот вопрос закончен. Большое спасибо. Удовлетворён ли официальный оппонент ответами соискателя? Да, вполне. Большое спасибо. Слово предоставляется второму оппоненту, доктору технических наук Степанова Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, пожалуйста. Итак, я показываю свой документ. Спасибо. Поход? Да. Мне бы надо вместе с лицом пока нет. Нет, нет, всё хорошо, Сергей Николаевич. Так, уважаемые члены совета, соискатель должен в полнотуре задать содержание работы, поэтому я с вашего разрешения остановлюсь только на актуальности темы диссертации, дам характеристику полученного научного результата, но перечислю замечания и сформулирую сложившиеся у меня заключения по работе. Ну, вначале несколько слов об актуальности темы. По вполне понятным причинам обеспечения сетей безопасности информационной инфраструктуры являются важной задачей, имеющей большое значение для практических положений. При нерешении необходимо учесть рост объёма сетевого трафика, высокую изменчивость характеристик трафика, значительное увеличение количества компьютерных атак, а также использованные разного рода мультимедийных фотоколов, чувствительных длительности задержки передачи данных. Все эти факторы влияют на работу. Сетевого экрана их необходимо учитывать при проведении исследований. Именно эти вопросы были рассмотрены в диссертационной работе Ботвиненко Анатолия Юрьевича, что говорит об актуальности данных тем. Ответить на вопрос, в какой сценарии работы сетевого экрана лучше, а какой хуже и насколько, можно только с помощью инструментария, основанного на построении соответствующей математической модели. Устремление модели предшествует разработка функциональной модели исследованного объекта. В её построении следует созвести компромисс между детальностью описания процедур использования ресурса сетевого экрана и возможностью последующего расчёта характеристик обслуживания поступающих запросов. Это очень важный этап исследования, и автор диссертации успешно, на мой взгляд, справился с решением сформулированной задачи. Результаты, относящиеся к построению исследований функциональной модели, рассмотрены в первой главе диссертационной работы. После появления математической модели начинается этап исследований. Здесь соискатель должен показать свою квалификацию и тот набор навыков, который он обладает для разработки эффективных средств оценки характеристик, качества услуживания поступающих в запрос. Надо сказать, что используемые приёмы стандартные, но они применяются для новой модели, и поэтому эквилизация требует хорошее владение соответствующим аппаратом, что, собственно, автор и продемонстрирует. Во второй главе, с использованием построенной математической модели разработан алгоритм оценки характеристик показателей эффективности экрана, основанной на решении системы уравнения глобального баланса, соответствующего марковскому процессу. Сформулирована задача нахождения минимального порядка правил и полученные решения для случая отсутствия ошибок несогласованности, избыточности в наборе правил фильтрации. Применение аналитических методов по непонятным причинам ограничено используемым предположениями о характере функции распределения длительности освоения поступающих заявок. Ну, существует стандартный поток, как с этой проблемой отчасти справиться. Ну, значит, и соискатель это показал, он построил инвестиционную модель, где части примечений снял. Что я могу еще сказать? Ну, результаты полученной инвестиционной работы, несомненно, имеют теоретическую и практическую ценность, о которой я отчасти уже говорил, более подробно соответствующее суждение сформулировано в моем письменном отзыве. Смечу только, что результаты полученной автором получили практическую реализацию в области организационно-технических предприятий по обеспечению надежности ракетно-космических систем. То есть такой очень хороший, на мой взгляд, результат при выпуске национального стандарта Российской Федерации ограниченного распространения в ГОСТе, соответствующие напоминаются. Ну, по теме диссеркционной исследовательности искателя опубликовало 15 работ, в том числе 5 в статьях, опубликованных журналах, включенных в перечень Рударина и ВАГ, и 2 статьи, которые индексируются в базах Сальсископус. Результаты исследования прошли необходимую апробацию, докладывались на международных и всероссийских научных конференциях. Есть и замечания. Я их сейчас зачитаю. Четыре замечания я сформулировал. Первое. В разделе 1.2, на рисунке 1.4, показывающем процедуру установления сессии по протоколу СИП, при наличии межсетевого экрана, непролюстрирована исходная целевая характеристика целью реакции межсетевого экрана. Второе замечание. В разделе 2.4 переведено утверждение 2.1, описывающее применение метода локальной проксимации для вычисления весов правил. При этом нет пояснения, почему выбрана именно экспериментальная функция лояль, локальности и локально-линейная модель метода локальной проксимации. Следовало это объяснить или привести пример использования моделей метода локальной проксимации различного порядка. Третье замечание. В работе рассмотрено два способа выбора методоранжирования правил филистрации. При этом численный эксперимент по оценке эффективности метода аранжирования набора правил филистрации проведен только для постоянного, а не случайного интервала аранжирования. Четвертое. И последнее замечание следующее. В работе построены математические модели межсетевых экранов, относящиеся к классу пакетных фильтров. В то же время существует модель, описывающая функционирование межсетевых экранов на более высоких уровнях. Неясно, проводилась ли оценка возможностей применения разработанного метода аранжирования для оптимизации набора правил филистрации следующих классов межсетевых экранов, инспектора состояния, последнего прикладного уровня и межсетевых экранов, экспертного уровня. Ну, указанные недостатки не снижают научную ценность полученных в инспекционной работе результатов. Ну и заключение. В целом, инспекционная работа Ботвинка, который любит разработку модели для анализа показателей эффективности межсетевого экрана, сранжирования правил фильтрации, является законченной научно-инспекционной работой, содержащей нового решения актуальной задачи повышения производительности межсетевого экрана за счет использования разработанного метода аранжирования набора правил фильтрации, имеющие важные значения для защиты физических основ информатики. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученых степеней кандидатов физико-математических наук, согласно пункту 2.2 раздела 2, положение о присуждении ученых степеней Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов. Утвержден на учебном совете ДУДН протокол номер 12 и от 23.0.19.19 года. А его автор Ботовик Анатолий Юрьевич заслуживает присуждение ученых степени кандидата физико-математических наук по специальности номер 5.3.17, теоретические основы информатики. У меня все. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Есть ли вопросы к Сергею Николаевичу? Нет. Если вопросов нет, тогда слово для ответа официального оппонента предоставляется искателям. Я согласен с замечаниями профессора Степанова Сергея Николаевича. Хотел прокомментировать. По четвертому замечанию в диссертации была проведена оценка возможности применения разработанного метода для оптимизации набора поправок и фильтрации. Межсетевые экраны более высокого уровня. Это не вошло в текст рук и кассиен. Так как, в принципе, современные межсетевые экраны, которые относятся к классам инспекторов состояний, последних типов одного уровня или межсетевым экранам экспертного уровня, они содержат в себе пакетный фильтр, к которому применим разработанный метод транжирования. При этом правила межсетевых экранов более высокого уровня, то есть в соответствии с их протоколами, они тоже представляют собой линейные списки. И к ним можно применить разработанные методы. На четвертый вопрос я закончил отвечать. Ну, спасибо. Хотел бы прокомментировать еще третье замечание. То есть выбор непосредственно постоянного интервала ранжирования был обоснован необходимостью провести анализ адаптивного метода в условиях высокой неоднородности характеристик сетевого трафика. Именно в условиях, когда функционирование наиболее затруднено. При этом при сохранении характеристик трафика в течение длительного времени необходимости в постоянном аранжировании нет. Поэтому выбор именно постоянного интервала ранжирования, он включает в себя второй метод. При высокой изменчивости, то есть изменчивости сетевых адресов, адресов интерфейсов, портов, различных временных либо частотных характеристик трафика. На этом ответ закончен на третий вопрос. Большое спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателей? Да, вполне удовлетворен. Большое спасибо. Слово предоставляется третьему оппоненту, доктору технических наук, Кучерявому Андрею Евгеньевичу. Пожалуйста, Андрей Евгеньевич. Здравствуйте еще раз. У меня тоже паспорт есть. Да, так вот видно его. Да, все хорошо. Чурявые, вот тут эти все печати. Спасибо. Ну, как третьему оппоненту, позвольте мне остановиться только на актуальности, засчитать замечания и делать вывод. Ну, небольшой комментарий еще дам по поводу ответа на «Актуальность работы, на мой взгляд, это одна из самых таких областей, где можно еще многое сделать». Я, например, лишь сделал в этом плане, я сказал, такой новый шаг вперед. Да, мешать его экраны хорошо, но мы забываем о том, что вопрос производительности сейчас один из самых важных. не дляются миллионы устройств интернета вещей, а существуют пользователи и люди, и вещи, которые используются сейчас не по назначению. Мы же не можем в каждую интернет вещь ввести какие-то сложные устройства, аппаратные, программные по защите. Хотя над этим люди работают, конечно, но это очень сложно. Оно само маленькое, дешевое, недорогое, да, и поэтому экран, вот для такой группы устройств, там, для кластера интернета вещей, большой производительность, лучший производитель, чем был раньше, это очень здорово. Мне это очень понравилось, да, это вообще такой актуальность большая. По замечаниям, я в процессе нескучий доклад выставил два замечания, получил полностью исчерпывающий ответ, которые меня удовлетворили. А вот в обзоре записаны следующие замечания, с вашего разрешения я засчитаю. В разделе 1.2 рассмотрим сценарий установления сессии между двумя пользователями с учащением доктора сервера. Ну, такой базовый, да. Следовало бы рассмотреть более сложный сценарий с учащением сервера переадресации или сервера определения места положения пользователей, а также учесть модель установления сессии, вероятность потерь и повторной передачи сигнальных сообщений. Про повторные вызовы здесь выступал Сергей Николаевич. Видно меня, да, нет? Не видно, 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 видно. Да, да, все. Видно, да. Еще сказал Сергей Николаевич, он у нас в свое время, достаточно давно, но и дал классическую книгу по повторным вызовам. Вот, повторные сообщения, я думаю, это вполне может быть используем. Третье, при ранжировании правил используются оценки стратегических информационных потоков, полученные методом локальной аппроксимации. А вот в численных экспериментах непривидные оценки точности аппроксимации и зависимость от параметра локальности, хотя там он там достаточно подробно рассмотрен. В разделе 1.2 пройдет анализ выявления сущего экрана на услугу установления сессии по протоколу СИП. Для полученных результатов следовало бы показать требования показательным качеством восприятия и качеством обслуживания, предписанных стандартизующими организациями. Ну, пятое, да, так вот, ну, это дело вкуса, конечно, да, но мне кажется, что после каждой главы требовало привести выводы, касающиеся этой главы. Просто легче читать было бы, чем работу изучать. И указать на публикация автора в результате следований научных изданий. Ну, как недостатки, ни в коей мере не снижают научно-ценность полученных в дистанционной работе результатов, и делают такой вывод. То есть, дистанционная работа Анатолия Ильича Батвинка на тему «Разработка модели для анализа показателей эффективности машетевого экрана с ранжированием правил фильтрации» является законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной задачи повышения предварительности нежчетевых экранов за счет использования разработанного метода ранжирования «Набора правил фильтрации». И еще важное научное значение и развитие телеческих основ информатики. Работа соответствует требованиям, предъявляемым в дещеркарском заседании ученых степени кандидатских и математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней РДН, утвержденного ученым советом РДН, протоколом 12 до 23 сентября 2019 года. А ее автор Батвинка Анатолий Юрьевич заслуживает присуждения ученых степени кандидата физико-математической наук по специальности 05.13.17 в перечистке основ информатики, дальше моя подпись и заведение подпися. Спасибо большое. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Андрею Евгеньевичу? Если вопросов нет, слово для ответа официальному абоненту предоставляется соискателям. Пожалуйста. Я согласен со всеми замечаниями профессора. Решите, я отвечу на одно из замечаний, на первое замечание. Для оценки влияния межсетевого экрана на показатели качества услуги установления сессии, был выбран действительно наиболее простой сценарий. Для более сложных сценариев с потерями или повторными передачами сигнальных сообщений, влияние межсетевого экрана на задержку передачи данных, на задержку установления сессии, оно более значительно. Таким образом, получение вывода о целесообразности снижения времени фильтрации пакетов межсетевого экрана для простого сценария позволяет сделать тот же вывод для более сложного сценария, при котором влияние межсетевого экрана более высоко. Ну, на этом мой ответ закончен. Спасибо. Удальтерон для официальный абонент ответами соискателя. У меня удовлетворяют ответы. Спасибо большое. Большое спасибо. Теперь переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Так, поднято есть. Это со связью у нас. Юлия Васильевна Гайдаманова, разрешите? Да, Юлия Васильевна, да. Да, Юлия Васильевна, слушаем вас. Спасибо. Ну, за два года с начала пандемии, когда больше часть нашей жизни переместилась в виртуальный мир, мы убедились, что задачи информационной безопасности исключительно важны. Вот на предыдущем заседании дисстайта сегодня была успешно защищена работой в этой области. В 2022 году профессор Самулов открывает людьми специализацию кибербезопасности в экономике. Ну, тема интересна не только с экономической точки зрения, хотя кибербезопасности в последние годы показывает рост, там, 10-11%, и ему в следующем году обещают 300 миллиардов долларов. Это сопоставимо с рынком интернет-рекламы. И тут трудятся такие веганты, как Microsoft, IBM, Oracle, Cisco, HP. Но эти задачи, которые мы сегодня увидели, важны в первую очередь с точки зрения обеспечения безопасности и обороноспособности государства. Вот это, я считаю, и подчеркивается актуальности в представленном Совете исследований. Межсетивые экраны — это предмет исследования и диссертации, но сегодня это основное средство обеспечения тетевой защиты от федерата. И понятно, что фильтрация его входящего и исходящего трафика экрана вносит дополнительную задержку во время доставки данных из контакта. И для потокового мультимедийного и других типов трафика, которые чувствуются в задержке, это дополнительное время может стать критичным. Вот поэтому задача ранжирования, то есть эффективного расположения правил внутри составляющего экрана набора, вот эта задача интересна, и является интересной. У нас он предложил одно из решений этой задачи, разработанный им, адаптивный к трафику, метод ранжирования набора правил. Этот метод показал высокие результаты, мы видели в презентации, где приведено сравнение с местом наименьших квадратов, с ранжированием, без ранжирования, с глажкой, без сглаживания. И вот этот честный анализ, который заискатель нам показал, это результат обработки UDP-трафика межсистического экрана циска в войсковой части. Там были имитированы дидоз атаки, пакеты небольшие, десятки пакетов, но интенсивность поступления невысокая. Там больше миллиону пакетов в секунду. Почему я так хорошо знаю работу? Потому что она выполнялась на нашей кафедре, и мы эти результаты обсуждали, более того, эти результаты оправированы. Три публикации из журналах РУДН, русскоязычный вестник РУДН и две недавние публикации уже в дискризе от континентства ввода в докладе комбинационного сайта. Ну и Анатолий Юрьевич дважды выступал на наших экспериментах в последнем году. Мы на кафедре эту работу хорошо знаем. Она, несомненно, достойная и на высоком уровне выполнена. Я считаю, что Анатолий Юрьевич Путенко заслуживает присуждение ему ученых техник, кандидат в физико-математическую саналку после заменения МР-5-11-11. И буду голосовать за. Спасибо. Большое спасибо, Ирина Васильевна. Я вижу, руку поднял Эдуард Сергеевич Сопин. Эдуард Сергеевич, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Работа для меня показалась очень интересной. Мне показалась интересной в немалой степени потому, что она связана с анализом производительности СИП-сервиров. Поскольку я тоже в своей кандидатской диссертации этим занимался. В том числе занимался анализом производительности условий перегрузки этих самых СИП-сервиров. А вот Анатолий Юрьевич показал, что до перегрузки дело может и не дойти. Поскольку проблемы могут возникнуть на уровне межсилового экрана. Я хотел бы еще дополнительно отметить, на мой взгляд, оригинальный подход к моделированию межсилового экрана. В том смысле, что построение модели в виде системы массового обслуживания с обслуживанием фазового типа. Причем распределение обслуживания зависит в том числе и от порядка правил фильтрации. И, кроме того, очень уверенны, на мой взгляд, выступления. Без... Очень четко, все уверенно, без слов-паразитов. Поэтому, на мой взгляд, очень достойная работа и очень достойное выступление. Спасибо. Большое спасибо. Дмитрий Сергеевич, есть ли еще желающие выступить в дискуссии? Если желающих нету, то соискателю предоставляется заключительное слово. Пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, присутствующий, разрешите выразить благодарность оппонентам за проявленное внимание к анализу моей работы и конструктивные замечания, которые будут учтены в моей дальнейшей работе. Я благодарен сотрудникам кафедры прикладной информатики и теории вероятностей, где была выполнена работа. За ценные советы при подготовке диссертации и ее обсуждения. Я глубоко признателен и благодарен моему научному руководителю, профессору Самойлову Константину Евгеньевичу, за научное руководство моей работы, а также за неоценимый опыт и знания, которые были переданы мне. Все. Большое спасибо вам. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе Гайдама Каверия Васильевна, Малых Михаил Митлевич и Дружинина Огланькина. Есть ли возражения? Если возражения нет, то вставлено открытое голосование. Анастасия Вячеславовна, пожалуйста. Семастер Ивановича Вячеславовна, Да. Самулович Наталья Дмитриевич. За. Кулябов Нитриевич. За. Тиминдович, за. Ваедом Акадир Васильевич. За. Дружини Ножгу Валентинович. За. Ванев Евгений Борисович. За. Малых Николай Дмитриевич. Дивись дальше. Орлов Юрий Николаевич. За. Рыбаков Юрий Петрович. За. Степанов Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Да, я слышу, что да, за, конечно. Штинер Евгений Юрьевич. Дивись дальше. Единогласно. Объявляется перерыв до проведения тайного голосования. Сейчас будет разослана. Уже разослана? Уже разослана. Уже разослана. Пожалуйста, по ссылочке перейдите и проголосуйте, пожалуйста. Крофисаны ресурсы. На истеле. Редактор Татар Britney. Пришло мне тоже. Сейчас я еще не нажал. Пришло мне тоже. 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 Тогда прошу голосовать за принятие текста заключения. Открытое голосование. Да. Степан Иванович Николаевич. За. Итак, заключение принимается единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная Ботвинка Анатолия Гудовича, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной проблемы, повышение производительности мест сетевого экрана, за счет использования разработанного метода ранжирования набора правил фильтрации, имеющая важное научное значение для развития теоретических основ информатики. Работа отвечает всем требованиям диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17, теоретические основы информатики, согласно пункту 2.2, раздела 2, положение присуждения ученых степеней, в Федеральном государственном автономно-образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым советом РУДР протокол номер 12, от 23.09.2019. На основании тайного голосования Ботвинка Анатолия Юрьевича присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17, теоретические основы информатики. Есть ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Нет. Если замечаний нет, то разрешите поздравить Анатолия Юрьевича с успешной защитой диссертации. Повестка дня текущего заседания исчерпана. Я отключаю видеозапуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова